Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Цены на лекарства в 2014 году выросли на 12,7%, а в последние полтора месяца рост доходил до 20%. Это подсчитали аналитики DSM Group. Зафиксированный рост цен на лекарства максимальный с момента введения ценового регулирования на часть ассортимента в 2010 году. Предыдущий рекорд был в кризисные 2008-2009 годы, когда цены на лекарства выросли в среднем на 14,16,2% соответственно. Это также вышеофициальной инфляции, установленной Росстатом. Основной причиной всплеска цен на лекарства стало резкое падение курса рубля. Тем не менее, ценами на лекарства заинтересовалась прокуратура, которая начинает массовые проверки в Москве и Московской области. А там, глядишь, и до регионов дойдет. Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин заявил, что 20% граждан страны могут остаться без пенсий, так как за них никто не платит взносы в пенсионный фонд. По его мнению, если бы работодатели платили за всех работников, то у нынешних пенсионеров была более высокая пенсия. Насчет более высокой пенсии этот гражданин Топилин загнул. Тут от государства много чего зависит. В России предлагают ввести мораторий на взыскание долгов по валютной ипотеке сроком на несколько месяцев. По мнению депутатов, рекомендации по реструктуризации ипотечных жилищных суд в иностранной валюте, разработанные Центробанком, до конца не решают проблем валютных ипотечных заемщиков и не снижают существующие напряжения. Российский фондовый рынок открылся негативно. Индекс ММВБ в минусе на отметке 1644 пункта. Среди лидеров падения Преф и Мичелла, акции Башнефти, РДР Русала, Преф и Сургутнефтегаза, акции Распадской, Россетей и НЛМК. Лидеры роста Яндекс, Алроса и Солерс. Внешний фон к открытию торгов в России сложился умеренно негативный. Американские площадки завершили торги пятницы снижением. Нефть постепенно снижается на фоне решения Саудовской Аравии не снижать объем добычи. На выборах в Греции победила коалиция радикальных левых сил Сириза, выступающая против мер жесткой экономии. Этот фактор может спровоцировать коррекцию на биржах Старого Света, а заодно и проблемы в еврозоне. Курс доллара на 26 января 63 рубля 39 копеек. Курс евро 71 рубль 90 копеек. Золото стоит 2636 рублей за грамм. Серебро стоит 36 рублей 85 копеек за грамм. Цена нефти марки Brent 47 долларов 97 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.